здравствуйте мои дорогие джаночки добро пожаловать ко мне на кухню и сегодня хочу с вами поделиться одним очень вкусным прекрасным весенним рецептом будем готовить с вами сегодня такого рода пирожки не пирожки лепешки не лепешки это из корейской кухни корейской японской китайской вообще с азиатской кухни изобель у меня это очень любит мы это часто делаем но вам я покажу первый раз это очень хорошее постное блюдо всех тех кто соблюдает религиозный пост вот так что здесь нет мяса абсолютно также это подойдет и вегетарианцам веганам не знаю так как здесь яйца так что но если яйца убрать конечно можно и так все давайте перейдем я вам покажу что мне нужно для этого и начнем делать наши лепешки мои дорогие в первую очередь я конечно же замешу тесто тесто у нас будет пресное на горячей воде и далее уже перейдем к самой начинке прежде чем начать я вам хочу показать вот это у меня рисовая лапша у нас германии называется глаз ну да а у вас в россии или в других странах не знаю как это называется это беру для салата фунчозы такая стеклянная лапша выглядит как стеклянная нужно будет просто заранее замочить в кипятке просто залить кипятком я уже замочила вам сейчас покажу достать для нее достаточно будет 10-15 минут вот так чтобы она в кипятке полежал и она вся полностью уже будет готова потреблению все так что замочите свою лапшу а это просто для показа как я говорила в первую очередь делаем тесто многие очень дянульки меня спрашивали что у меня за насадка в моем бландеруши я вам еще раз показываю у меня обыкновенная пластиковая насадка это специально насадка для теста есть также резковой я не знаю как сказать ножик насадочный тоже это для резки овощей этим тесто можно делать но нежелательно потому что будет рубить просто а вот это как раз то самое что вам нужно для теста так что если вы покупаете себе блендер обратите внимание что была специально насадка для теста все поехали так отправляем муку соль один раз прокручиваем и начинаем добавлять воду у меня здесь ровно 250 или 260 миллилитров воды горячей вот теперь мы будем ее добавлять тесто готово полностью кстати у меня тесто 550 чтобы узнали что у меня за тип теста это для это я говорю для германских джаночек моих мои девочки мальчики знали что у меня за мука немножко надо вымесить и так пошло где-то 250 вот все что у меня было там 250 260 миллилитров оно все пошло сюда это хорошо прекрасно что мы теперь делаем нам нужно это тесто обмазать маслом это будет у нас такого типа вытяжное тесто не совсем но почти вытяжное тесто добавляю сюда масло сверху тоже это еще не вся процедура тесто нам надо будет еще потом поработать но пока что мы его оставляем вот таком виде хорошенько обмазыв маслом и накрыв пленкой ну а пока тесто подходит я быстро займусь овощами нарежу их все и перейдем дальше с нарезкой овощей мы закончили переходим к вермишели и яйца вермишель процедить и прямо вот так вот нарезать ножницами чтобы не мучиться отправляю ее к луку и один раз хорошенько вот эту красоту всю надо вот так оставляем это на пару минут вот так вот постоять не солим не перчим переходим к яйцам а яйца мы будем просто обжаривать как яичницу масло не жалеем можно 2-3 столовые ложки не удивляйтесь нужно потому что у нас практически в начинке нет совсем масла так что не жалейте в яйца масло обязательно перчим и солим красота у нас получилось посмотрите какая прелесть отправляем ее к нашему блюду а в эту сковородку не добавляем масло и коротко обжариваем где-то минутку просто подогреть готово и только посмотрите на эти цвета вот молодцы все таки азиаты они полностью в своей кухне работают по феншую чтобы цвета тоже все присутствовали главное и вот это наше начало теперь вот это вот хорошенько надо размешать и специи я добавлю сюда устричный соус по-немецки называется аустернсоузе где-то 2 чайные ложки немножко соль перец по желанию конечно я сейчас попробую оно прям так пахнет вы себе не представляете какая прелесть такая прелесть это бесподобно бесподобно но мне например не хватает остроты я добавлю еще сюда перчика начинка полностью готова отставляем ее и переходим к тесту сейчас мы его должны будем немножко у нас такое масляное примасленное это хорошо что оно у нас такое масляное превращаем их в такие длинненькие колбаски нам нужно тесто в форме колбасок это рецепт азиатский поэтому нужно все соблюдать такого рода вытяжное тесто только не как мы делаем а немного более упрощенный вариант скажем у меня получилось ровно 12 вот таких сосисочек 12 что снова наливаю маслица и выкладываю прямо в масло обволакиваю их вот так вот со всех сторон в этом масле обязательно это обязательно накрыт пленкой даю еще 10-15 минут отдохнуть встретимся через 15 минут приступим к формированию наших булочек булочек пирожков кому как угодно называйте как хотите итак берем вот такую сосисочку выкладываем она прямо сама вся растягивается вот такая красота сейчас я возьму раскатываем ее немножечко все раскатали в сторону и начинаем начинять берем вот так аккуратненько все теперь залепливаем просто вот так вот накидываем и с этой стороны тоже закрываем все теперь вот так вот подбивая немножко расширяем как лагмановские макароны макароны и вот так вот начинаем закрывать как улитку закрыто все вот такая красота получилась посмотрите теперь немножко придавливаем смазывая низ маслом отставляем на доску обязательно смазываем маслом и так поступаем со всеми и так поступаем со всеми вот такая красота получилась у меня и теперь начну обжаривать масло сюда не нужно очень много нормально как вот вы жарите ну две столовые ложки более не нужно и так добавляем масло две столовые ложки больше не надо надо было вот Смотрите продолжение в следующей серии. Красота получилась, посмотрите. Ой, упали. Вот такая прелесть получилась. Очень вкусная. Сейчас будет мой муж пробовать. Но прежде чем пробовать, я вам одну разрежу. Покажу. Бедный муж пришел. Бедный мой муж пришел. Голодный. Подожди, я ножик возьму. Давайте быстрее режьте. Режем, режем. Сейчас я вот этот возьму, разрежу. Никакие не мягкие. Да, нет, а с чем мы не мягкие. Итак, мои дядочки. Вот такую вот красоту я вам сегодня предлагаю. Это очень вкусно и очень полезно. А я на этом с вами буду прощаться. Желаю вам всего самого наилучшего. Оставайтесь в добром здравии и благополучии. Не болейте. Не обижайте друг друга. Не ругайтесь. Любите друг друга. Будьте человечны и толерантны. Ну, а если вам мое видео понравилось, конечно же, подписывайтесь обязательно. Пишите комментарии. Ставьте пальцы вверх. До свидания. До следующих встреч. Люблю вас очень. Пока-пока. 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 Пока-пока.